Бассейн красивый, конечно, но все шезлонги с зонтиками уже заняты. Хочется, ребята, объективно и непредвзято сравнить два отеля. Такая тишина, умиротворение, птички поют. Подводя итог всего нашего путешествия, нам здесь больше понравилось. Однозначно вам рекомендую Паттайю. Во-первых, здесь дешевле, чем на Пхукете. Пять звезд, несмотря на то, что номера уже совсем не новые. Недорого, близко, комфортно. Это не реклама, ребята. А то сейчас начнете писать, ааа, заплатили рекламу. В этом автобусе есть туалет. Аэропорт Бангкока нам очень понравился. Очень логичный, удобный. Если хотите сэкономить, то отправляйтесь тоже туда. Ребят, вам нужен вот этот этаж. Для аэропорта это супер дешево. Ну, вот такой у нас получился перекус. А мы с вами не прощаемся, ребята, потому что мы летим сейчас в Иркульс. Доброе солнечное утро из Паттайи. Сегодня у нас 9 марта, время полдевятого, даже немножко больше. Мы проснулись сегодня пораньше, уже собрали все наши вещи. Сейчас идем быстро завтракаем и потом идем чалиться в бассейне. Такие планы у нас на сегодня, ребят. Мы едем на автобусе, как мы вам вчера рассказывали, до аэропорта Бангкок. Вылет у нас в 16.35. До пол первого мы будем потомиться в бассейне. Покушаем, погуляем, покажем все раз территорию отеля нашего. Если не смотрели предыдущие выпуски, обязательно посмотрите. Потому что мы делали полный обзор нашего номера. Показывали, чем здесь угощают на завтрак. Ну и прогулялись с нами по отелю. Времени у нас мало, поэтому мы побежали. Вот, смотрите, стоят наши два красавца чемодана. Один уже упаковали и в большой чемодан мы даже умудрились сложить корзинку с фруктами, чтобы не тащить ее с собой, потому что у нас еще два вот таких больших рюкзака. Все, ребят, мы погнали. Увидимся с вами уже возле бассейна. Подписывайтесь на наш инстаграм. Там мы делимся самым полезным и интересным из путешествий в режиме онлайн. Мы готовы, собрались и идем купаться в бассейн. Идем сейчас, прогуляемся до бассейна отеля Гарден. Чего-то там. Ну, это рядом отель, вот через заборчик. У отеля один владелец, одна территория, можно сказать. У отеля Гарден чего-то там. Косметика вся Саншайн Гарден. У них просто бассейн побольше, покрасивее. Мы хотим туда пойти покупаться. А потом, может быть, к нам вернемся и посмотрим. Потому что у нас бассейн глубже. Юрий вам больше нравится. Что? Дегфуд. Вот такой небольшой заборчик разделяет территорию отеля. Номера в обоих отелях одинаково старые. Мы встречали подписчиков наших, которые живут в этом отеле. Ну, сравнивали номера. А когда мы ехали с Кучанга, там люди рассказывали, что вообще им какой-то не очень номер достался. Вот такая территория. Тоже отель состоит из нескольких корпусов. Примерно одинаковые, не идентичны оба отеля. Только вот бассейн побольше. Вот такой бассейн. Шезлонги стоят. Бассейн красивый, конечно, но все шезлонги с зонтиками уже заняты. А сгореть в последний день, как вы понимаете, не особо хочется. Поэтому мы пойдем в наш глубокий бассейн. Будем там купаться. Хочется, ребята, объективно и непредвзято сравнить два отеля. Плюс у Саншайна, смотрите, у него балконы довольно далеко от бассейна. Если вы любите поспать, то дети, например, вам с утра мешать не будут. Балконы больше, глубже. У нас, получается, номер расположен вот здесь. И у нас вообще не было соседей. Не знаю, то ли этот номер никто не снимал. Но все время, сколько мы здесь были, 10 дней, у нас никого не было за стенкой. Ни с одной, ни со второй стороны. Что еще? И там, и там в обоих отелях есть виллы вот такие. Но у нас как-то людей поменьше. И всегда есть вот с зонтиками, всегда есть места. Бассейн, конечно, намного хуже, меньше. Не хуже, в смысле меньше, но он зато глубже. Тем, кто любит понырять, здесь два с половиной ветра глубина. И вот в тех корпусах, получается, тоже они довольно далеко от бассейна. Никто мешать друг другу не будет. Ну и самое главное, видите, людей практически нет. В отличие от гарден. Полезли мы купаться. Полезли мы купаться. Вот так вот мы расположились под нашим грибочком. Тишина, умиротворение. Полотенце для бассейна здесь же, на баре. Вот там бар у нас. Вот здесь. Давай. Так, бомбочка. Почему это? Ну, конечно, у меня автоаппарат в руках. Надо было мне кушать брать. Давай. Ну, давай. Ныряй. Ну, давай. Можно. Ну, дети тут прыгали. Можно. Для меня бассейн, конечно, хуже, чем в гардене, потому что он идет, получается, по логе. Вот здесь два с половиной, туда дальше-дальше. Мне купаться можно только там. Потому что я плавать не умею. Барахтаюсь как... Сами знаете что. Такая тишина, умиротворение. Птички поют. Ой. Еще бы тут хотя бы дней на пять задержаться. Получается, смотрите, у нашего отеля тоже вот корпус. Вот корпус. Вот здесь идет вот тут лобби. И еще один корпус. И еще один корпус. Вот тут в лесочке стоят виллы. То есть, получается, такая закрытая территория внутри. Лес. Белочки бегают. Птички поют. Красота. Ну, все, ребят. Небольшой обзор сделала. Подробно вам показали в предыдущих выпусках. Пошла я купаться с Юрой. Субтитры сделал DimaTorzok Ребята, ну что, мы накупались. Мы загорались. И настало время подводить итоги, как всегда. Небольшой итог нашего путешествия. И рекомендовали бы мы Паттай или нет. Мы скажем однозначно, да. Нам здесь понравилось. Мы про Паттай услышали много разного. В том числе не очень хорошего, что пляжи здесь отстой, делать здесь нечего. Пляжи, конечно, не такие, как на Мальдивах. Но в черте города, в принципе, вот на Вангамат мы вчера были. Если мы смотрели, посмотрите обязательно. И лучше всего, конечно, поехать на острова, на остров Кулан. Мы настолько просто были поражены красотой воды и настолько красотой самого острова, что нам обязательно хочется вернуться. Мы вот даже на Кала не остановились. Правда, там гостиницы очень такие посредственные, очень простенькие. Но тем не менее, кто зачем едет, как говорится. Подводя итог всего нашего путешествия, мы отдыхали в Паттайе 11 дней, 10, да, 10 полных, 11 дней. Вот хватило всего. И хватило хотя бы еще вот 5 дней просто на релакс, вот как мы сейчас в бассейне, чтобы никуда не торопиться. Что мы вам посоветуем? Вот про остров Кучан у нас, мы вам вчера говорили, сложилось неопределенное мнение такое. Может, нам не повезло с сезоном, но если бы не наша гостиница, мы были бы разочарованы. Потому что пляж красивый, безусловно, пляж красивый, река красивая, но мы ожидали больше. Повторимся еще раз, если бы не отель, мы бы были разочарованы. А отелем просто, отель заполнил все впечатления о острове Кучан. Мы отдыхали там, можно сравнить с Мандивами, действительно, ребята, не с пляжем, а именно с уровнем, сервисом, с самим отдыхом. Что касается Паттайи, если сравнить Паттайю с Пхукетом, мы были в Пхукете в 2013 году, вы знаете наше мнение, Паттайя поудачнее. Потому что на Пхукете слабо развит общественный транспорт, торговые центры, конечно же, есть, и они есть в каждом районе. Но что нам понравилось здесь, что как-то здесь то ли компактно, то ли мы так живем, что вот вышел и все рядом, и пляж рядом один, и второй, и торговый центр огромный, и автобусная остановка рядом. То есть по инфраструктуре здесь намного удачнее, нам здесь больше понравилось. На Пхукете, конечно, острова, пипи, бамбу мы были, и дайвинг, но все здесь это можно найти, один калант чего стоит, да. Однозначно, ребята, подводя итог, не хочется очень много говорить, однозначно вам рекомендую Паттайю. Нам здесь очень понравилось, и я надеюсь, что мы обязательно сюда вернемся. Во-первых, здесь дешевле, чем на Пхукете, во-вторых, здесь больше выбор по экскурсии, здесь и зоопарк, и различные парки, и все-все-все-все-все прочее, плюс можно съездить в Камбоджу. Повторюсь, мы туда не ездили, несмотря на то, что вы нам все рекомендовали, мы были там в отдельном путешествии, в Камбодже, если они смотрели, обязательно посмотрите. Но, если вы приезжаете в Паттай первый раз, можно совместить это, вообще вы увидите две страны, легендарный Ангкор, и это стоит не так дорого. По-моему, сейчас это стоит на два дня, полный пакет, 4400 бат. Это намного дешевле, чем поехать отдельно. Все, ребят, мы закругляемся, если у вас остались вопросы, обязательно пишите, постараемся по максимуму ответить. Вот что смогли, то и сняли, ребят. Уж простите, не было, как обычно, супер полезной информации от нас. Были просто наши впечатления, наш отпуск, старались как могли, передали вам атмосферу. И очень надеемся, что вы захотите посетить Паттайю, если вы здесь еще не были. А если были, то разделите с нами наши впечатления. Мы пойдем уже собираться, нам уже пора. Мы едем, выселяемся из отеля, за нами приезжает автобус. И мы едем до аэропорта на автобусе Белл-сервис, мы вчера вам рассказывали про это. Стоит это 300 бат. И увидимся с вами в аэропорту Бангкока уже. Все, ребята, мы выселились из нашего номера. И очень-очень любезная девушка Куан. Мы с ней познакомились. У нас, смотрите, какая ситуация была. Мы, когда бронировали отель, забронировали сначала на 9 ночей. И потом нам пришлось, так как мы меняли билеты, нам пришлось добронировать еще на 1 ночь. И когда мы заселялись, я ее попросила, чтобы она не разбивала броню, чтобы нам не пришлось туда-сюда, чекин-чек-аут. Она нам пришла на встречу. И мы с ней вот так эти дни там привет, привет, общались. Сейчас мы с ней пообщались немножко. Она попросила заполнить анкету, оставить отзыв. Я ей дала нашу визитку. Она мне дала свою. Я ей попрещала, что мы обязательно напишем отзыв на преподвайзере. У нас на сайте, на ютубе сделаем обзор. Ну, действительно, от души просто приятно. Вот девушка, скажем так, пошла на встречу нам. Да и вообще просто здесь все приветливые, улыбчивые. Персонал нам очень понравился. Вот прям на 5 баллов. Никого здесь не было такого, в чем можно было бы там как-то... Не знаю, чтобы как-то неправильно в нашу сторону посмотрели. Мы очень довольны, очень рады. И однозначно вам рекомендуем отель. Я вам еще что хотела сказать. Почему-то очень... Ты что там делаешь? Муха летает. Почему-то, кстати, очень удивительно, что на сайте и вообще везде есть информация, что берут депозит в цель бар. Перед нами ребята бронировали Супериор, ну, оформлялись, да. У них взяли депозит, а у нас почему-то не взяли. Хотя у нас был мини-бар. Она даже не спросила, пользовались мы им или нет. Вот. Я ей просто отдала ключ и все. Сервис. На тот период, когда мы уезжали на Качан, мы не отменяли бронь в отеле. У нас оставались там вещи. То есть мы делали бронирование с момента заселения в Паттайе и вот до сегодняшнего дня. Мы не разбивали бронь, потому что у нас слишком много вещей. Все это бы сюда пришлось таскать. Вот. В общем, наша оценка апреля однозначно прям 5 звезд, несмотря на то, что номера уже совсем не новые, но джакузи и тишина и птички и обслуживание и вот это все в целом создают. И еще, кстати, идеальное расположение создают вообще просто. Наш респект и наши однозначные рекомендации. Мы сейчас ждем трансфер за нами. Хочу напомнить вам, что трансфер от отеля до аэропорта с Варнахуми нам обошелся 300 бат на человека. Плюс за вот этот огромный розовый чемодан мы заплатили отдельно 50 бат. Он у нас весит почти 23 килограмма, а все, что свыше 20, оплачивается отдельно. Все. Ехать нам отсюда, я надеюсь, мы минуем пробки и все остальное. Доберемся за 2 часа и как раз у нас откроется регистрация. Хотя мы на интернете зарегистрировались уже. Ну, суть по сути. В общем, надеюсь, что мы доберемся без происшествий. Будет что-то интересное, обязательно включимся и покажем. Напишите, ребят, как вам отель, как в целом заселились бы сюда. Мы очень, вот, ребят, я настолько дотошна в плане отеля. Я могу полупать месяц, два, три, читать, смотреть. Я в этом плане прям вот, я не знаю. Очень долго мы выбирали отель. И причем мы рассматривали, начиная от недорогих, вроде, вангомат-прайваси есть на вангомате. Центары, всякие, бусиды здесь. Я все варианты рассматривала. Пять, звезд, четыре, три. И мы поняли, что вот это оптимально под соотношением цена и качество. Недорого, близко, комфортно, удобно, уютно, тихо. Обслуживание на все сло. Поэтому это не реклама, ребят. А вы сейчас начнете писать. Ааа, заплатили рекламный пост. Вообще ни разу не реклама, платили все за свои деньги. Кстати, очень дешево. Супер дешево. Нам на... Сначала за девять ночей мы заплатили семнадцать тысяч, и потом еще за одну ночь мы доплачивали две с половиной тысячи отдельно. Все, отключаемся. Будете в Паттайе, пожалуйста, по нашим следам в этот отель. Напишите свое мнение. Если кто-то здесь был, может быть, оставляйте свои отзывы, они для нас очень нужны. Вот такой автобус приехал за нами. Помогли доставить багаж до автобуса. И сейчас мы направляемся на автовокзал, там пересаживаемся на большой уже автобус, едем до аэропорта. Мы добрались от нас ехать буквально там десять минут. Вот время пикапа нашего было 12.30. Один билет у нас получился 300, другой 350, потому что у нас большой чемодан. Вот стоит наш автобус. Сюда мы погрузим багаж и поедем. Ехать до Бангкока, как я вам говорила, до аэропорта Бангкок. Если повезет, то полтора часа от полутора до двух часов. У нас места 3 и 4 сразу за водителем. В этом автобусе есть туалет, если вдруг приспичит. Сидушки очень комфортные, прохладные, кондиционер работает. Мы доехали до аэропорта. Ехали ровно полтора часа, час тридцать минут. Вот сейчас выгружаем свой багаж. Мы приехали сразу в зону билета, это четвертый этаж. И идем регистрироваться на наш рейс. Вот такая обстановка в аэропорту. Все спокойно. 50 на 50 людей в масках. Аэропорт Бангкока нам очень понравился. Очень логичный, удобный. Все интуитивно понятно. Не запутано, не замудрено. Но все есть для комфортного времяпровождения. Ребят, мы зарегистрировались. Очереди вообще на регистрацию нет. Кстати, мы приехали. Вот что удобно. Мы приехали... Мы приехали ровно за 2 часа до вылета. Очень удобно. То есть мы успеваем и зарегистрироваться, и перекусить. Сейчас мы идем на самый нижний этаж, тот, от которого отправляется метро в город. Если хотите сэкономить, то отправляйтесь тоже туда. Там самые недорогие кафе, и можно перекусить, что-нибудь купить, попить. И мы идем туда. Ребят, вам нужен вот этот этаж. Он называется Б. Спускайтесь по эскалатору, проходите прямо, и там вас ждет кафе, 7-Eleven, Бургер Кинг, и разные такие закусочные. Вот такие цены здесь, ребята. Ставьте на паузу. Смотрите, мы заказали вот такой набор со свининой, супчик, рис, о, рис, да, свинина, яичко. Он стоит всего 60 бат. Для аэропорта это супер дешево, потому что на втором этаже все стоит в разы дороже. Еще купили пиво в Саван-Илован здесь же. Пиво было 66 бат. Большая банка. Вот напротив кафе 7-Eleven. Там можно также купить готовую еду, подогреть, либо лапшу быстрого приготовления и перекусить. Здесь мы насчитали 6 разных кафешек, поэтому точно найдете себе что-нибудь по душе. Ну, вот такой у нас получился перекус. Рис, соус, яичко, свинина с овощами, бульон. Юра еще взял напиток какой-то 25 бат стоит. И пиво. Супербюджетно можно перекусить в аэропорту. Очень любимый аэропорт Бангкок. Ребята, мы перекусили. Все было очень вкусно. Съели все абсолютно. Поэтому будете в Бангкоке, захотите сэкономить в аэропорту, спускайтесь на этаж Б, на самый нижний этаж. Следуйте указателям метро. Вам нужно будет на этот этаж Б. А мы с вами не прощаемся, ребята, потому что мы летим сейчас в Иркутск. Да-да, мы летим не до Владивостока, так как вы же помните, вначале мы вам рассказывали, что мы изначально должны были лететь корейскими авиалиниями через Сеул. Но коронавирус внес небольшие изменения в наши планы, поэтому мы летим через Иркутск. У нас будет целый день в Иркутске и у нас в планах завтра съездить на озеро Байкал. Мы с вами не прощаемся и увидимся совсем скоро. Нам повезло, мы летим без соседей. У нас большой такой вот ряд. Нам лететь 6 часов. Будем смотреть сериалы. Как красиво! Мы просто непередаваемы, ребята! Я никогда в жизни такого не видела. Ты вспомнил эти виды? Нет. Нет? Одни из первых подводных костюмов. Вот это вообще... Слушайте, вот это очень интересно. Идешь и просто очешуеваешь от вида. Прям бескрайний-крайний-крайний снег. Здесь горы. И все это у нас в России, ребята. Приезжайте на Байкал. Подоспели наши первые блюда. Это баранина в сметанном соусе. Ну вот, принесли главное блюдо, из-за которого мы сюда пришли. И бурятские позы, бузы... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok